Ну а пока, дабы не мешать профессионалам своей дотошностью, мы не решили терять даром время в ожидании этого яркого, памятного действа и немного познакомиться с селом и его окрестностями, что, как и было обещано в начале, придаст данному выпуску уникальности. 14 часов 06 минут. И первым делом мы отправились на центральную площадь села, посреди которой расположен бассейн с фонтанами, окруженный уютными строениями, в которых расположились различные магазинчики, кафе, банк, почта и другие административные помещения. Как видите, село после освобождения от оккупации было полностью восстановлено и облагорожено. На центральной площади установлен мемориал. Называется он «Памятник Победы». Памятник был открыт 27 мая 2022 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Скульптурная композиция состоит из четырех символов. Камни символизируют разрушение, акты вандализма, совершенные на наших землях во время оккупации. Далее мы видим столбы. Они олицетворяют освобождение наших земель, восстановление культурного наследия и построение новой эпохи. Этот элемент, то есть четыре колонны, также символизирует 44-дневную Отечественную войну и завершает композицию «Стая голубей». В этом элементе прослеживается латинская буква «Ви». Голуби олицетворяют вечный мир, чистоту воды и духовность. А еще в тот момент памятник Победы показался мне достаточно философской метафорой. Контуры величественного монумента, словно могучие руки, смело пронзающие небосвод, тянутся к вечно возвышающейся над нами бездне, чтобы напомнить о той неодолимой силе, отваге, героизме и патриотизме, которые заложены в душах, отдавших свою жизнь за восстановление исторической справедливости. В сердцах ветеранов и каждого гражданина Азербайджана всегда готового встать на путь справедливости, невзирая на то, какие испытания придется перенести. Находясь рядом с этим великим символом, которому определенно суждено преодолеть времена, я осознавал, что Победа — это не только история, но и наше настоящее и будущее, вера в себя и в мир, который мы создаем своими мыслями и действиями.